Саша, можно вопрос, как за две недели быстро изучить, что такое блокчейн и найти применение в своем бизнесе? Это мероприятие называется «Трансформация». Пожалуйста, друзья мои, у вас сегодня есть уникальный шанс прямо сегодня начать изучать блокчейн-историю, крипто-историю, вообще диджитал-пространство. Записывайте, подключайтесь. Короче, нам все будет понятно. Пока. Спасибо. Сейчас 20 000 предпринимателей узнают о том, что такое краудфайдинг, что такое краудфайдинг в крипте, что такое ICO и как с этим работать. И это бесценно классно. Семь лет назад, когда я, например, приобретал какую-то там объекты недвижимости и знал уже про то, что существует биткоин, и не был у меня такого человека, который бы сказал, Сань, просто посмотри на эту штуку, попробуй разобраться, попробуй почитать что-то вообще. Я продолжал там свою фиатную, так скажем, деятельность, существовать в фиатном мышлении. У денег в нашем восприятии фиатном есть эмитент, правильно? Кто эмитент у доллара? ФРС, да? Кто это такие? Ну хрен его знает, кто там? Все считают, что это как бы вроде как Америка, но на самом деле какая-то структура, да? Которая выпускает доллар. Что такое доллар? Просто бумажка, да? Чем она обеспечена, бумажка доллара? А? Ничем. Реально, вот реально, это тотальная разводка, нас развели. Нас просто развели. Мы все реально верим в эти бумажки непонятных хозяев, и это называется фиатное мышление, а сами эти бумажки называются фиат. Знаешь, у меня всегда есть о чем поговорить с людьми, я пока не понял, что за целевая аудитория. Я посмотрел в зал, все молодые очень ребята, хотя я вроде бы слышал, что это предприниматель. Здесь бесплатный вход, но это только у предпринимателей. Войти можно, если у тебя есть ИП. Если у тебя нет ИП, ты не можешь проявить на это мероприятие. Ну окей, да. Я почему я так сейчас вот напал на Сашу и говорю, давайте. Кико ICO – это продукт, который сильно позволяет развивать рынок децентрализации. Ребята, они сами собрали 30 миллионов долларов, ребята помогают другим компаниям это делать. Мы сейчас, Русланом, развиваем свой продукт сразу на мировую рынку. У нас были одни амбиции, они когда изучили, посмотрели, покрутили, сказали, парни, а что вы паритесь? Почему вы вот так хотите сделать? Давайте вот так сделаем. У нас для этого есть опыты, инструменты. Мы сейчас и пользуемся их опытом, фактически, сразу будем компанировать на мировую рынку. Слушай. Что-то сотка миллионов, что-то такие. Я сегодня, знаешь, не читал еще. Что-то про вас уже пишут кто-то. А позитивные новости? Да, да, да. А, ну внешние акции. Нет, нет. Русскоязычные? Да. Но я не знаю, по форуму как. Указаны какие-то цифры наши, да. Вот мы в Китае собрали, например, 3 миллиона долларов и отдали обратно китайским товарищам после новостей про ICO. Миллион долларов мы собрали на нашей площадке за первые 60 секунд. Вы собрали 30 миллионов долларов. Где деньги? Опять ты летишь в карман! Кто инвестировал в ГТС? Есть люди? Похлопайте, чтобы по аплодисментам так тяжело. Есть кто? О, смотрите! Вот. Вот они. Кто нахлопающий миллион рублей похлопайте? Кто нахлопает, слышишь? Вот человек сидит, человек сидит и думает, вот где бабки? Смотрите! Объединяю! Объединяю! Объединяю, друзья! Что такое ICO, друзья? На простом языке! ICO, да? Это твоя компания выпускает свою криптовалюту, условно, да? Чтобы вам было понятно, да? То есть эта криптовалюта, помимо компании, еще имеет какую-то жизнь. Она живет, и там где-то кто-то ее принимает. То есть чем больше людей ее принимает, чем больше экономика этой криптовалюты, тем больше твоя капитализация. Ну, те кто понимает, да, что такое капитализация. Так вот, юридически, как вот в фиатном мире, да, обязательств. Наша компания за проданные токены, за деньги с вырученных токенов не несет. По сути, токен в нашей юридической модели – это право требования неких услуг на площадке в будущем. Ну, вот по поводу прав требований. Китай запретил проведение ICO, потому что люди собирают деньги на Мальдивы. Нет. Корея сегодня, да, запретила? Южная Корея. Тоже использует, потому что много мошенничеств и коопераций. Это норма для молодого рынка. Это, ребята… И это действительно большой выльный пузырь, и там на 100 компаний полтора миллиона долларов, Олег. Из количества, из количества всех компаний, которые провели ICO сейчас, всего лишь 3 или 5 процентов, 3 или 5 процентов те, которые пропали. Понятно, что возможно, да, возможно, это только начало каких-то там непонятных ситуаций. Это просто, чтобы вот эти тоже, да, были в цифрах понятные вот эти ситуации. Просто кажется, что деньги поднять очень легко, да? Сделал лендинг, говорите, давайте заливайте. На самом деле все очень просто, да. На самом деле у каждого проекта есть сообщество. Те люди, которые за этот проект голосовали эфирами, биткоинами и так далее. Ты будешь с сообществом наступать на связи, они будут… Ты в чатах, пабликах там будешь с ними общаться, да, и твои ребята. И все, что происходит у тебя в компании, будет просто полностью наружу. Саш, слушай, ну ты зажег. Спасибо. Я тебе рассказывал про ночные клубы. У тебя не было ночного клуба? Был, это видно. Это заметно. Что делать, как с этим жить? Расфиачиваться, господа. Как хоть человек у меня спрашивает, я говорю, первым делом просто возьми, почитай в интернете, заведи себе эфирный кошелек. Просто купи там один эфир, пол эфира там, сколько угодно. Чтобы у тебя появился опыт вообще всей этой истории, да. То есть и дальше уже начнете там двигаться, развиваться. Может потом какие-то коины купите, коины там… Сейчас на бирже как раз его коин можно будет купить. Добиться серьезного результата, нужно серьезно к этому относиться. Так что-то купил, где-то перепродал какую-то монету, почитал, принял эмоциональное решение – это неэффективно. Поэтому мой искренний совет – изучайте, что такое децентрализация блокчейна. Мне вот понравилось слово Виталика Бутерина. Вот пару недель мы встречались, он там делал встречу, закрыл их в одном кафе. Он говорит, вы что заколебали мне со своим ICO? ICO, бабки, что купить? Децентрализация, вот то, что мы сегодня говорили, ICO – это один процент всех возможностей, которые существуют. Идите и думайте, 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 думайте. А чтобы можно было думать, должна быть какая-то база, какие-то знания. Твои тезисные направления в бизнесе, которые лучше всего подходят для проведения ICO? Когда я начал активно наблюдать, там весна, лето, это высокотехнологические проекты, которые меняют мир, там большие истории и так далее. Сейчас постепенно это финансовые какие-то интересные истории тогда, в том числе криптобиржи. Кто-то из ребят говорил по поводу упаковки под ICO собственного бизнеса на земле. Я считаю, что это будущее есть, оно реально. Но оно не сейчас. Есть регулирование, но нет способов под это регулирование правильно встать. Когда когда приходят, я первый вопрос задаю ребятам. А твой бизнес, он без токи, он может существовать? Можем. Если может, то пока рад. Что хочу вам сказать? Только что прошло крупнейшее заседание по блокчейну, можно так его назвать, в Олимпийском. Собрались реально очень толковые ребята, крутые специалисты из мира блокчейн с разными кейсами успешными, с очень большими результатами, которые можно действительно показать, обосновать. Эти ребята меняют мир. И сейчас на ваших глазах строилась история, и она каждый день происходит за кадром. Я процитирую одного человека. Я рекомендую вам не запрещать криптовалюту в своем мышлении. Я рекомендую вам ее осознать. Я рекомендую вам, чтобы кричина вниз долет нибудь меня иestrystä title. Продолжение следует...